Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Избалла возобновила массированные обстрелы с северных рубежей Израиля. Предупреждения о проникновении вражеского летательного объекта вновь прозвучали в населенных пунктах Галилейского выступа. Сахал наносит ответные удары. Несмотря на все усилия, дипломатические пути урегулирования результатов не приносят. Израильское военное командование утвердило оперативные планы наступательных действий в Ливане, что стало значимым шагом стратегии обеспечения безопасности на северных границах страны. В то же время военнослужащие продолжают атаковать объекты террористов в секторе Газы, сосредоточив основные усилия в Рафихе. Однако Хамас сохраняет боевой потенциал, проводя дополнительную мобилизацию из числа мирных палестинцев. Сегодня партия ШАС созвала срочное заседание, по итогам которого было решено успеть сделать как можно больше до того, как будут назначены новые выборы. Напомню, что Арьедерия очень заинтересована в появлении дополнительных источников дохода для раввинов. Он хочет найти союзников для реализации своих планов, например, Бени Ганса, что вызывает особое негодование в лагере, приближенном к главе правительства. Ранее премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху решил отозвать закон о раввинах с повестки дня законодательной комиссии, где должно было состояться голосование перед слушанием на пленарном заседании Кнессета. Он был готов продвигать его, но оказался не готов к критике в собственной партии, от мэров до депутатов. Не исключено, что приостановка слушания носит чисто технический характер. В центре Тель-Авива у входа в магазин модной одежды произошел взрыв коробки с фейерверком. Инцидент спровоцировал панику среди покупателей и прохожих. На место немедленно были вызваны усиленные наряды полиции. В результате взрыва никто не пострадал, однако причинен ущерб зданию. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств случившегося и разыскивают подозреваемых в закладке заряда. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости, чтобы определить личность злоумышленника, оставившего взрывоопасный предмет. Король Великобритании Карл Третий взял под свое покровительство еврейский музей в Лондоне. Таким образом, он стал одним из немногих выбранных монархом для королевского патронажа. Учреждение также объявило о своих планах расположиться в более видном месте. Год назад оно стало музеем без стен, закрыв свое помещение в Камдене. Отмечается, что его охват увеличился с почти 28 тысяч посетителей в год до примерно 155 тысяч в нескольких регионах Великобритании. При этом 22 тысячи из них студенты. В музее проходят информационно-просветительские и виртуальные программы для школ, семей и домов престарелых, а также временные экспозиции. Брюссель отказался принимать футбольный матч сборных Бельгии и Израиля в рамках Лиги нацию и ФА из-за того, что он может спровоцировать протесты и создать риски для безопасности спортсменов и жителей города. Встреча команд группы А запланирована на 6 сентября. Продажа билетов на игру была приостановлена еще в мае. С начала войны на Ближнем Востоке проплестинские активисты организовали в Бельгии протесты, сидящие с бастовки в университетах. В результате некоторые вузы частично или полностью разорвали связи с израильскими учреждениями. Напомню, что в прошлом октябре в Брюсселе перед матчем Бельгия-Швеция застрелили двух болельщиков скандинавской команды. Преступник назвался участником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». 22 июня – День памяти и скорби. В преддверии этой даты Ассоциация «Имя воина» при поддержке Международного благотворительного фонда «Стмеги» проводит акцию зажения поминальных свечей в память о погибших, воинах-евреях и об ушедших из жизни ветеранах Второй мировой войны. Лена Музык расскажет подробнее. 22 июня – дата, поделившая историю на «до» и «после». В Израиле и России проходят траурные мероприятия в память о тех, кто не вернулся с фронта. Мы таки действительно даже вспомнить поименного каждого воина-еврея, погибшего на фронте или вернувшегося с победой, но, к сожалению, почти все они ушли из жизни. Величайшему подвигу в истории человечества и тем, кто его совершил, посвящена Международная акция «Свеча памяти». 22 июня – важный день, чтобы еще раз вспомнить об этом. Зажение поминальных свечей проводит Ассоциация «Имя воина» при поддержке Международного благотворительного фонда «Стемеги», Союза ветеранов Второй мировой войны, борцов против нацизма, Ассоциации «Маалот» Центра наследия евреев СССР как дань уважения воинам-евреям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Зайдите на сайт «Имя воина», найдите имя дорогого вам человека, и тогда вы сможете зажечь поминальную свечу. Свеча на сайте виртуальная. Она горит один день, как и положено горить поминальной свечи. И пусть ее свет светит всему ныне живущему поколению еврейского народа. Ам-Исраэль-Хайк. В нашем городе проживает огромное количество и проживало, к сожалению, тех, которых уже с нами нет, и ветеранов, и узников гетто, и воинов Второй мировой войны, блокадников Ленинграда. И мы в своем городе, и я, как ответственная за папку абсорбции и папку узников гетто в муниципалитете, считаем, что мы должны продолжать нести историю, нести память. Мы подключаем школы, организации детей и передаем историю из поколения в поколение, потому что наша обязанность – не забыть никого и не забыть ничего, что произошло в те ужасные года. Память – самое важное слово сегодня. Тысячи человек бережно зажигают огонь, и это не просто пламя – частица вечного огня и символ памяти. Подвиг защитников, тех, кто стоял насмерть на пути у фашистской армады, помнят их потомки. В эту базу данных «Имя воина» мы вносим всех евреев, погибших на фронте, и мы их ищем сейчас в этой базе 170 тысяч имен. Это большая цифра. Если считать, что всего на фронте в советской армии погибло 200 тысяч, а 170 мы внесли – это хорошая цифра. Но надо вносить и участников войны. Их было 300 тысяч. У нас всего несколько тысяч имен. И эти имена мы вносим тогда, когда вы, дети, внуки и наследники тех победителей, нам присылаете материалы. Многие семьи надеются найти своего героя. На сайте «Имя воина» можно найти своих родственников, погибших солдат Великой Отечественной. И даже те, кого столько лет считали без вести пропавшими, возвращаются домой героями, которые защищали свою страну и ее жителей. Погиб родной брат моего другого деда. Его 17-летний сын ушел на фронт мтсить за отца и тоже погиб. Всего из моей семьи погибли на фронте 9 человек. Только из моей семьи. Я стала искать любую информацию о евреях, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Я узнала, что всего во Второй мировой войне принимали участие 1,397,000 евреев. И из них 500 тысяч сражались в рядах Советской армии. Из 500 тысяч 157 человек были удостоены звания Героев Советского Союза. Одного из таких героев, генерала Крейзера, мы участвовали два года назад, и в Воде появилась площадь имени генерала Крейзера. Зашла совершенно спонтанно, зашла на сайт, внесла имя моего дедушки, и он оказался там. И для меня это очень волнительно, потому что я именно думала, какие данные я должна передать для того, чтобы он там находился, а он уже там. И можно зажечь свечу памяти, и я была бы очень рада зажечь ее прямо сейчас. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Самая страшная и кровопролитная в истории. 1418 дней ужасной трагедии, которая затронула практически каждую семью. Победа была одержана благодаря героизму, мужеству и стойкости советского народа, а также ценой немыслимых человеческих потерь. Ассоциация «Имя воина» создала базу данных воинов-евреев Второй мировой. Сейчас в ней около 170 тысяч страниц. В этой работе нам помогают Международный фонд «Стмеги», Союз ветеранов Второй мировой в Израиле. Готовьтесь, присоединиться другие организации. Тысяча свечей и тысячи историй за ней. К акции «Свеча памяти» в память защитивших мир от фашизма воинов сегодня может присоединиться каждый. Мы присутствуем во всех популярных социальных сетях. Инстаграмме, ВКонтакте, Фейсбук. На наших страницах доступны обзор важнейших новостей еврейского мира и нашей передачи. У нас есть два телеграм-канала. Вы можете следить за новостями еврейских общин по всему миру в сообществе «Первый еврейский». А канал «Стмеги. Горские евреи» собирает всю информацию касательно жизни Джоуро. Мы всегда рады обратной связи. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, следите за обновлениями в соцсетях, оставляйте комментарии. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают «Первый еврейский». Если вам тоже нравятся наши видео, присоединяйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, а чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи.